так дорогие мои мне стало жарко я сняла куртку поедем так сколько я здесь простояла 1 час 8 минут уложилась во время так это мы прячем ой жарко машине саун так шум здесь движуха классная чудаковать райфе диски надо отключить окно что здесь нет воздуха куда ты идешь смотри на дорогу каштаны здесь нападала солнце вышло я только одела солнцезащитные очки и солнце вышло ну и зонтик у меня тоже есть погода такая что может все быть куда ты едешь куда ты едешь не вижу я еду куда ты едешь уже людей такое ощущение что на работе никого нет все в отпуске я щас в этом магазине перенервничала есть такие женщины уже лет под 60 машинки машинки одна лучше другую здесь такой маленький центр короче короче я всего понабирала зашла только за подсолнечным маслом как всегда увидела эти копченые куры и последнюю упаковку забрала они уже все распродались наверное не будут брать а там оказывается есть русская продавщица и заходят дети короче видно украинские беженцы ну и разговаривают на русском одна там говорит у тебя есть деньги у меня там есть сейчас я куплю себе там печенье какое-то ну как дети обычно и она там мальчику говорит что ты за мной ходишь хвостиком и идет короче какой-то немецкий продавец там работает ему видно скучно но он не понимает что они говорят а ему интересно а эта русская продавщица ему все переводит и перевела ему на немецкий язык что это значит они посмеялись я прохожу мимо этих детей там две девочки и мальчик такие лет по 12 я хотела им сказать молчите а то все понимают а одна еще говорит вы знаете что в немецком магазине можно что-то разбить там бросить на пол а платить не надо а я хотела искать помолчи а то тебя здесь все понимают не думай что ты здесь одна на русском языке они еще хотели попробовать что-то там разбить если бы это перевела что они специально это сделали ну я еле сдержалась ну и подхожу к кассе и стоит какая-то тележка полная товара а никого нет уже как на кассе там платит одна и кассу выключили уже вторую продавец на кассе сидит и увидела меня и включила опять зеленым цветом я хотела уже вылаживать тут откуда ни возьмись подбегает вот эта шестидесятилетняя и говорит это мой вагон это мой вагон я первым ужасно говорит я говорю пожалуйста у меня время есть я пожалуйста такая вся это вот а она не знает как с меня выпить энергию короче выложила со своей тележки полная телега у нее была а я чтоб уже человека не обидеть на другую кассу не пошла хотя там было свободней я думаю ну она скажет не хочет за мной стоять я стою короче она продукты кидают и надо их собирать и выложить в эту тележку а она не собирает значит она ждет когда собралась полная мои уже хотят кидать места для моих продуктов уже нет там на ленте ну в конце ленты так вот та ее уже посчитала это вот и она я сначала она ждет платит потом и не собирает эти продукты смотрит еще подошла какая-то турецкая женщина в платке и хотела взять пункты она собирала пункты кто некоторые пункты не берут я например не беру что-то только мусор собирается и она эти пункты ждала и они стоят и я не могу там подойти к своим выложить как свои продукты и она все время смотрит я думаю сейчас еще что-то выхватит там мое а я набрала мясо там было по скидкам ну надо готовиться сейчас забивать холодильник потому что сейчас будет 4 выходных дня и магазины будут закрыты два дня из четырех они будут закрыты и завтра это вот все побегут покупать и скидок уже не будет я специально как на день раньше выехала и она стоит не отходит еле-еле собираю там свои я всегда сначала собираю продукты а потом уже плачу она стоит и я не могу там развернуться передо мной стоит тележка передо мной моя тележка эти две бабы стоят там не уходят и я не могу собрать свои продукты стою там нагинаюсь а у меня еще болит поясница я должна там изгибаться это вот она прямо просится прямо вот так вот она вампирит людей приходит в магазин чтоб подпитаться энергией чужой ей уже продавец на кассе говорит женщина вы уже купили идите уже она я жду пункты трое пункты я жду и та турчанка ко мне тоже подходит вам нужны трое пункты я говорю я их не взяла и та ее послала кассирша короче кошмар я думаю что за люди это вот думаю только о себе вампирят вот так вот не получаешь никакого удовольствия вроде уже пораньше вышло ну видите сколько сейчас машин движуха какая куда они все едут это на автобан очередь и туча собирается может быть еще дождь вот так вот только пошла все нервы потрепало там потом я еще зашла в рот там кого что купила там по мелочи и 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 Масочки всегда нужны. Щётки. С вишенцан. Это между зубами. Средние такие купила себе и сыну. На зубную пасту такую. Я её люблю. И себе такое молочко смывать макияж. Молочко стоит 85 центов. Так, потом я пошла в пенни. Купила сначала подсолнечное масло. Оно что-то сейчас 1,59 или 1,49. Кефирчик купила. Буттер мильч по-немецки. Творог на сырнике. Копчёные курицы. Вот цена. 400 грамм за 3,20 евро. Такие копчёные. Слиной гуляш. Был в ангиботе. 3,50 евро. Потом это имбирь. Купила. Не помню, сколько стоит. Такие вот томатики. Такая сумочка. 99 центов. Огурец. 59 центов. Масло от хорошей марки Меккле. По лаванги-боте. 1,69 евро. Шоколадные такие вот штучки. Стоят 2 евро. Фильтры для кофе. 79 центов. Потом такие на супчик я беру. Пупчики или сердечки. Пупчики. 1,49 евро. Потом это маринованные крылочки. Чикен Винкс за 2 евро. Полкило. И такие сырые ножки. Значит, на 3 евро. 3,65. 500 чем-то грамм. Маслинки. О, нет. Вот маслинки. Оливы. Черные я люблю. 99 центов. Мармеладик. Это клубничный. 1,39 евро. Это сметана за урозаны. По 65 центов. Это к сырникам пойдет она. Это молоко для кофе. Кафазаны. 59 центов. Такие рыбные палочки. 2,79. Это я варю кашу такую кукурузную. И к ней я вожу такое мяско копченое. Шинкин Вюрфель. За 99 центов. Мой сын такое не кушает. Я себе иду. Это такая колбаска копченая. 1,49 евро. Это ветчина. 1,69 евро. Сырок такой. Тилситр. 400 грамм. 2,79 евро. И яйца. Яйца стоят 2 евро. Но это не крестьянские. Это государственные. Но я их уже брала. Они хорошие. Вот такие вот мои покупочки. Мои дорогие. Мои дорогие. Мои дорогие. Продолжение следует...